Здравствуйте! В студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Трагические новости приходят из Алдана. Мужчина погиб из-за схода снега с соседнего здания. Сообщается, что 35-летний предприниматель чистил снег у своего магазина. На место происшествия незамедлительно были направлены силы пожарного спасательного гарнизона Алданского района. Пострадавший был извлечен из-под снега, но было уже поздно. В России выясняют причины крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Обрабатываются все версии катастрофы, в том числе и отсутствие обработки противообъединительной жидкостью. О том, что обработки перед вылетом не было, сообщило агентство РНС. Аэропорт это официально не подтверждал. Источник РБК сообщил, что предводительный анализ обломков не показал наличие следов взрывчатки, а двигатели работали до столкновения с землей. В воскресенье, вскоре после вылета из Домодедова рейсом на Орск, лайнер прекратил набор высоты и стал падать. На борту находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все погибли. Следственный комитет возбудил по факту крушения уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Следователи изымают документацию у перевозчика, допрашивают сотрудников Домодедова и диспетчеров. Роспотребнадзор проведет внеплановую проверку саратовских авиалиний. В столице Якутии произошло два ДТП. 23-летний водитель, управляя автомашиной Toyota Mark II при выезде на улице Ильминской с прилегающей территории, совершил наезд на пешехода. Последний получил ушиб ноги, назначено амбулаторное лечение. Мужчина подумал, что машина, которая притормозила на выезде, его пропускает и продолжил идти, после чего авто начало движение. От полученного удара он упал на землю. Водитель говорит, что просто не заметил пешехода. Возле магазина Айсберг 33-летний водитель автомашины Toyota Round совершил наезд на 16-летнюю школьницу. Пешеход получил ушиб ноги и назначил амбулаторное лечение. Девушка не заметила автомобиль из-за запотевших очков и включенных наушников. Ударилась правым локтем, после чего упала на землю коленями. Водитель рассказал, что увидел перебегающую по диагонали девушку, которая не смотрела в его сторону. Затормозил и вывернул автомобиль в сторону. При этом подал звуковой сигнал. Девушка обернулась и ударилась о переднюю часть его автомобиля. Проведенный тест на алкоголь не выявил у обоих водителей факта употребления алкогольных напитков. По обоим наездам проводится административное расследование. Без рекламы не обгоняя, рекламные баннеры, предупреждающие об опасности необдуманного обгона, появились на дорогах России. Они предупреждают о соблюдении правил безопасности при совершении обгона и появятся на всех федеральных округах. Причиной стало то, что по статистикой прошлого года количество аварий из-за выезда на встречную полосу, там где это запрещено, выросло более чем на 21%. Таких ДТП произошло 1500, в них погибло 585 человек, что на 30% больше, чем годом ранее. В целом количество аварий, связанных с выездом на встречную полосу, сокращается. Всего их за прошлый год произошло 15000, что на 9% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, это каждая десятая ДТП, случившаяся на дорогах страны. В субботу чуть не сгорел частный дом на улице Объездная в Ленске. Огнем повреждены стены и потолочное перекрытие на общей площади 5 квадратных метров. Сам дом удалось спасти, причина предположительно короткое замыкание электропроводки. В тот же день на 203 микрорайоне столицы республики был потушен строительный балок. Причина предположительно аварийный процесс в электросети. Виновные ущерб устанавливаются. В воскресном утром на пульт 01 поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Дрожная в поселке Верхний Куранах Алданского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горел дом с пристроем и гаражом. Оба строения сгорели. Причина виновный и ущерб устанавливаются. Другой дом уже в Мархе. Пожарным удалось спасти. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки в квартире. Виновный и ущерб устанавливаются. На днях в столичный отдел полиции обратилась молодая женщина, у которой была похищена банковская карта, с которой сняли 35 тысяч рублей. Она рассказала сотрудникам уголовного розыска, что накануне упомянутого события познакомилась с мужчиной и пригласила его в гости. Гость хозяйка решили отметить свое знакомство распитием алкогольных напитков. Приобретенного алкоголя оказалось недостаточно и женщина поспешила снарядить приятеля в магазин. У кавалера денег не оказалось. Поэтому заявительница доверила ему свою банковскую карту с пин-кодом. На этом романтический настрой кавалера дал сбой. В руках у него оказалась карта, на счету которой была достаточно крупная сумма денег. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. И это несмотря на то, что потерпевшая снабдила полицейских недостаточной информацией о новом знакомом. Кроме имени она ничего не знала. Зато сейчас потерпевшая узнала о неудавшемся кавалере много нового. Оказалось, она доверилась ранее судимому за совершение наркопреступления 32-летнему жителю Якутска. А в Таттинском районе установлены личности подозреваемых кражи крупного рогатого скота. Ночь на 7 января в селе Черкех из коровника сельхозкооператива была похищена корова, туша которой была обнаружена на территории. Выяснилось, что жулики просто не смогли ее погрузить на автомашину. Слабосильными ворами оказались двое ранее судимых местных жителей 29 и 36 лет. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении и покушении на кражу. Судиться можно будет из дома. Электронные технологии позволят гражданам участвовать в судебных заседаниях вне зала суда. Об этом сообщил судья Верховного суда России. Конечно, процессы, когда гражданам можно будет судиться, не вставая с дивана – дело будущего. Но, кстати, не такого уж далекого соответствующая работа ведется. Как рассказал судья, развитие технологии позволит участвовать в судебных заседаниях, подключаясь через интернет из любого места. А в российском Роспотребнадзоре дали рекомендации на масленицу. При выборе готовых к употреблению блинов и блинчиков с различными начинками необходимо обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности, говорится в сообщении ведомства. Также в Роспотребнадзоре рекомендовали обращать внимание на состав блинов. В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Однако использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено, пояснили ведомцы. Кроме того, отмечается, что следует внимательно отнестись к выбору ингредиентов для приготовления блинов дома. Ранее опрос, проведенный в ЦИОМ, показал, что 88% россиян будут есть блины во время масленицы. А эта фотография наполовину снесенного дома удивила интернет-пользователей. Дом стоит в селе Майя Мегина Конголасского улуса. Пользователю удивило, что аккуратно разобрана половина дома, а вторая половина и крыши остались нетронутыми. В селе Майя до апреля должны снести 11 домов. На этом у меня все. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин